заплатил в местном троллейбусе за пенсионерку вот если пороть то парите всех это что за договор или его бы расстреляли к чертям собачьим из-за зависти это все достопримечательности крапивницкого тоже привет это я андрей богданович и это мой погляд каждую неделю я просматриваю кировоградский интернет и комментирую то что мне понравилось или не понравилось это моя личная точка зрения и это дисклеймер на этой неделе в крапивницком транспорте вынуждают детей платить за пенсионеров новый дерибан лесопарковы или кто-то просто хочет спасти озеро кошачий глаз в александрии один миллион кияшка и сто дней кузьменко телебачение торонто снова рассказала крапивницком в своей конечно же манере а начну-ка я с мотивирующего видео посвященному крапивницкому и и и и и Понравилось? Конечно, наверняка. Хитяра группы Jefferson Airplane. Динамичная нарезка красоты и достопримечательностей. Но, стоп, четвертый кадр в нарезке достопримечательностей – это недострой. То есть, вы понимаете, в Крапивницком недострой – это достопримечательность для всей Украины. Иронично. Ну, так тогда можно еще лучше нарезку сделать. С этой недостройкой, с Колизеем, с грязными маршрутками и отпадающими колесами, с оторванной рукой у памятника Наталки Полтавки, со спиленными деревьями по всему городу, с разобранной набережной, в конце концов. Это все достопримечательности Крапивницкого тоже. И вполне может быть, что туристы со всей Украины ринутся сюда посмотреть на всю эту прекрасность. Продолжу дорожно-транспортным блоком. Тут есть место и подвигу, и почти преступлению, и показательному наказанию. Начну с подвига. Юный крапивничанин Женя Миргородский заплатил в местном троллейбусе за пенсионерку, потому что у нее не было денег. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть. Конечно, есть это самое героическое. У нас перевозчики, что троллейбусы, что маршрутки и тому подобное, практически делают из детей героев, которым нужно еще достать денег на проезд для себя и пенсионеров. Вот может, это выход, кстати, для Крапивницкого. Давайте за каждым крапивницким школьником закрепим по два пенсионера. Вот перевозчики и не будут возмущаться, что льготчиков возят. Бабки решают все. И согласен, оказывается, со мной Андрей Райкович, что, мол, цены на проезд в Крапивницком высокие. Ну, конечно, высокие. В Киеве 8 гривен маршрутка, в Крапивницком 7 гривен. Не может справляться, не чують нас, розривайте відповідно угоди. Прийдуть зараз нові автобуси, добавьте два автобуса, гоните их в шею, понимаешь, чтобы духу их не было в городе. Брешут, брешут, брешут и брешут. В черну працуют. Без квитков. Без облику відповедного. Для городской власти Крапивницкого важно было не только возмутиться ценами перевозчиков, с которыми она заключает договор на обслуживание города. Надо было показательная порта. И выбрали перевозчика на маршруте 274. Это, наверное, самый длинный маршрут в городе, учитывая отдаленность поселка Новый. И у перевозчика Сергия Баркаря на нем работало две машины, а договором предусмотрено восемь. Договор этот, понятное дело, разорвали и проведут новый конкурс. Но, честно говоря, если копнуть поглубже, то в Крапивницком таких маршрутов, где работает не восемь, а две маршрутки, вот уверен, что много. Вот если пароть, то парите всех. А то получается, буквально, читаю пару дней назад на Суспильном, что маршрутки как не ездили после девяти вечера, так и не ездят. Хотя по условиям договора должно быть по четыре маршрутки на этом самом маршруте после 22.00. Виктор Житник, который начальник управления транспорта, я так понимаю, разводить руками. Это, кстати, еще один вопрос к профессионализму чиновнику. Вот как опять так получилось, что цены за проезд поднялись, а условия перевозок как были, так и остались. Договоры как не выполнялись, так и не выполняются. Это что за договор? Это не договор. Это кому-то очень выгодно, чтобы так и было в городе. И еще немного про транспорт, с чего начал, тем не закончу тему, льготчиками. В Кропивницком было ограничено время для них, то есть они могли по льготам ездить с 9 утра до 15.00. Почему так, не знаю, так решил там горосовет, я так понимаю. Может быть, потом в 15.00 маршрутки превращались в тыквы, перевозчики в крыс, в ХЗ. Так вот, теперь суд отменил эту историю, и льготное время, например, для пенсионеров действует на протяжении всего дня. А значит, есть надежда, что школьник Женя Миргородский не будет платить в троллейбусах, в маршрутках и в другом транспорте, как бы возможен, за каждого пенсионера. Новый скандал вокруг озера Кошачий глаз. Это на Лелековке в районе раздереваненной Элисопарковой. Там и озеро-то уже этого кот наплакал. Но за него продолжают как-то бороться. Одни, чтобы спасти, другие, чтобы там построиться. Экоактивистка Надежда Полывода в группе озеленения Кропивницкого выставила фотографии обрезанных деревьев возле озера. Обрезаны они по просьбе, я так понимаю, бизнесмена Рубана, который, как пишет Надежда, хочет там построить отель. Интересно, что буквально осенью прошлого года Рубан шел на выборы и обещал спасти озеро. Ничего не говорил про отель. Видимо, спасение озера в виде том, чтобы как раз этот отель или комплекс с рестораном построить. Видимо, недавно Горбунова в Тихой Гавани побывал и насмотрелся. Это озеро никто не спускал. Оно пересохло. После 66 дней отсутствия дождей. Сверху каскад Азер тоже смелил. Очень хочется спасти это озеро. Я вас спасу. Я иду к депутатам Минской Ради. Не только гостиница там может появиться. Полывода пишет, что очередная часть этой лесопарковой зоны роздана под очередную застройку. Активистка обратилась к депутатке Валентине Римчук с просьбой прокомментировать этот, я так понимаю, дюребан. Оказывается, отель можно строить возле того, что осталось от озера, потому что это типа рекреационная зона. У архитектурной комиссии не возникло вопросов к проекту, зато они возникли у пользователей Фейсбука, которые охарактеризовали место для отеля неудачным с точки зрения природного расположения и выгодным с точки зрения того, чтобы строить отель для дальнобойщиков. Проект Рубана еще будет обсуждаться на сессии горсовета и думается, что без участия надежды Полыводы там не обойдется. У меня, кстати, такое впечатление, что городская власть в Крепивницком одной рукой дает, а другой отбирает. С одной стороны, вот вам кошачий глаз, дюребанчик там, а с другой стороны проект двух новых парков. В Крепивницком. Ну как там новых, ну как парков. Первый проект – это будет новый сквер, судя по всему, место разрушенных пантер возле детской поликлиники. А второй – это парк на набережной возле улицы Михайловской. Когда это будет, я не знаю. Только дали поручение на разработку проекта. Надеюсь, когда эти проекты будут готовы, то этот сквер и парк не будут единственными, где еще сохранились деревья в городе. Теперь перенесемся в Александрию. Там две знаковые цифры – это 100 дней каденцию мэра Кузьменко и первый миллион гривен, заработанный Александрийским рынком во главе с Александром Кияшко. Я начну с Кияшко и центрального рынка. Если бы такие результаты он, Александр Кияшко, показал в Советском Союзе, то было бы два варианта продолжения. Или его бы расстреляли к чертям собачьим из-за зависти. Или называли бы передовиком, дали звание заслуженного работника торговли и отправили на отдых в Пицунду. Ну или в Рыбаковку на базу Колос. Итак, рынок Кияшко заработал миллион гривен. При Цапюке, напомню, рынок почему-то был убыточным. Рынок. Убыточным. Угу. А тут, оказывается, можно зарабатывать. То есть, получается, эти деньги, которые неожиданно начал зарабатывать рынок, неожиданно, понятное дело, получал на карман кто-то другой. Знал ли об этом Цапюк? Мое мнение, да. За 20 лет не мог не знать. А если рынок не стал выгодным при нем, значит, ему это было выгодно. Значит, это его устраивало. Так. Теперь 100 дней Кузьменко. Они меня интересуют только в плане того, что же будет с Александрией дальше. Об этом я прочитал в Украине-центре и посмотрел ток-шоу «Просто-непросто». Что я запомнил? В Александрии появятся новые автобусы. Второе. Продолжится реконструкция театра и парка Шевченко. В Александрии перейдут, вернее, даже откажутся просто от котелин на дровах. Я и не думал, что еще такие остались вообще где-то. Отремонтируют дорогу на Димитрово. Увеличат доходную часть бюджета. В этом году уже 100 миллионов гривен, как говорит Кузьменко, уже прибыли в бюджет. Отремонтируют инфекционное отделение городской больницы при Ветцапику. И построят мультифункциональный спортивный комплекс. Записали? Успели? Теперь через год можно ставить галочки или прочерки по деятельности Кузьменко как мэра. И еще немного видео о телебачении Торонто решила сделать экскурсию по Кропивницькому. Эконом, так сказать, путешествие. Понятное дело, что, как умеют, в авторском составе программа целых два человека из Кропивницкого. Поэтому получилось насыщено. До речі, був прикольный вариант назви «Ексампей». Блін, шкода, що місто так не назвали. Але, щоб слово не пропадало, я так називатиму свій лишай. Кропивницький – це ідеальне місто не тільки для фізичних подорожей. Але і подорожей у часопросторі. Гуляючи його вулицями, інколи складається відчуття, що загубився у часі. Кировоград. Саме цей напис бачать і пасажири, і водії, ввіджаючи у наш славний Кропивницький. З часом у Кропивницькому дійсно все добре. Там ніхто нікуди не поспішає. Навіть один будинок будують 13 років. Не завершують роботи лише для того, щоб моніторингова місія найближчих будинків зафіксувала наркоманів. І нахил. Діти туди не ходять. Наркоманів я теж там не бачила. І бездомні теж там не живуть. Нахил будинку у наш бік наче є. А ще Кропивницький – місто найкращого працевлаштування для котів. Їм для цього не треба навіть реєструвати ФОП. За роботу їм платять їжею у конвертах. Кіт на прізвись Косаньок працює помічником бібліотекаря. На роботу приходить на десяту ранку. На роботі кіт бібліотекар спочатку снідає. Так кіт готується до приходу відвідувачів. Є теорія, що народитися котом у Кропивницькому більш вдала доля, аніж народитися людиною. Скандал у школі Кропивницького. Дев'ятикласники врятували кошеня, що три дні нявчало в зачиненому сараї. Але довелося виламати двері. За це директорка написала на дітей заяву в поліцію. Щойно науковці вигадують, як змінити стать чоловічою на котячу. Одразу переїду до Кропивницького. Мяу. Це курча ципа. Воно живе в одній кімнаті з трьома котами. Ходять брудні плітки, що Кропивницький недостатньо крути, адже там немає Макдональдсу та аквапарків. Взагалі-то до Макдональдсу в Кропивницькому вже і маршрутка ходить. Ви спитаєте, яка? Будь-яка, що їде на Черкаси. Також у Кропивницькому є цілих два аквапарки. Правий і лівий фонтан на центральній площі. Ну, а що ще робити, коли? У Кропивницькому немає жодного офіційного пляжу, каже речниця Держпродспоживслужби в області. Зате є офіційні смерті. Жителі Кропивницького й ниш чулися, як вмить все почорніло і почався справжній Армагеддон. Страшенно зливо змінив потужний смерч, який змітав усе на своєму шляху. Кропивницький – це театральне місто. Чого тільки варте це безсмертне творіння обласного театру, яке ніхто не зможе зіграти краще. Тільки сльози потука милилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє реальне відчуття щастя. Не з Києва муклін за це, пане президенти, що ви дали нам цю надію і зробили її реальною. Але є і погані плями на репутації Кропивницького. Він подарував нам Павла Кужеєва, Антона Лірника, Дмитра Карпачова, Вітальку та креативного продюсера «Телебачення Торонто». Агресію з цього приводу кропивничани можуть виплеснути раз на рік у масовій бійці. Давайте, давайте, гріємся, гріємся! І на цьому все. Лайкайте, коментуюйте, підписуйтесь, дзвоночки ставите і так далі. Але пам'ятайте, все змінюється на краще. І в який раз говорю, крім ситуації по коронавірусу. Каждый день сотня заболевших Кировоградської області. На прошлой неделе був антирекорд по смертям – 10 человек за день. Поэтому берегите себя, соблюдайте социальну дистанцію, носите маски, вакцинируйтесь, хорошенько моєте руки. Пока! Будьте здоровы!